Апатиты в 23-й раз шагнули в будущее. В школе номер 10 прошел городской этап традиционной образовательной конференции по защите детьми своих проектов. В этом году работ от участников было 118. Ребята очень постарались. Это отмечают и члены жюри, и организаторы, и наша съемочная группа. В 23-й городской конференции «Шаг в будущее» приняли участие ученики всех апатийских школ – домотворчества и лицеисты. Сложность заданий соответствует возрасту. Среди групп – юные исследователи с 4-го по 7-й класс, молодые исследователи с 8-го по 11-й класс и студенты. Конференция – это защита детьми своих проектов. Цель этой конференции – это привлечь школьников к различным областям науки, развить их интерес, стремление что-то узнать новое, получить новые знания в различных областях, например, в гуманитарной, в технической, в естественной науке. На каждый предмет своя секция, которых всего 13. Самая популярная – это мода и дизайн, где есть возможность проявить свой рукодельный талант. Здесь 13 работ. Их презентация включает не только стенды, но и сами поделки. К примеру, ученица 6-го класса 5-й школы Мария Бударева впервые участвует в конференции, немного волнуется, но видно, что она подготовилась. Школьница представила членам жюри, среди которых творчески интересные люди, альбом в технике скраббукинг. В альбоме Мария красочной и со вкусом изобразила свою жизнь и хобби. Ну, это мое хобби – скалолазание, потому что я занимаюсь уже 4 года, и происходило много интересных моментов, и я решила это впечатлить. Вторая по популярности секция – английский язык с работами на тему проблем человека и общества «Барин Сергеона». Перед жюри – Виктория Зубкова, ученица 6-й школы с углубленным изучением английского. Девочка участвует в конференции второй год, и этот опыт сказывается на ее выступлении. Виктория подготовила презентацию на темы «Живы ли дворовые игры». Я выбрала эту тему, потому что это очень интересная тема и важная для детей моего возраста. И какой вывод ты сделала? Я сделала вывод, что дети все еще играют в дворовые игры, несмотря на изобретение новых гаджетов и интернета. Ребята подошли очень старательно к защите работы во всех других секциях, среди которых математика, информатика, физика, технические устройства, лингвистика и литературоведение. Дети не только изучают дополнительную литературу, они, безусловно, стремятся повысить не только свои знания, но и культуру, а также все знания художественного оформления, воплотить не только свои мысли, но и творческие способности. По итогам конференции отобрано 16 участников. Они представят наш город на региональном этапе «Шага в будущее» с 14 по 19 ноября.